В Кировском детском клубе «Орленок» подвели итоги двух конкурсов на лучшую открытку ветерану и на лучшее прочтение стихотворения о войне. В конкурсах приняли участие школьники и воспитанники детских садов микрорайона Кукисвомчор. Рисуют мелом во дворе и говорят, поют без фальши на нашем русском языке. С днем победы поздравляю, за всех я солнцу улыбнусь, кто шел под шквал, а дня вставая, им в ноги низко поклонюсь. Праздник начался с прочтения стихов о войне. Это один из двух конкурсов, подготовленных клубом «Орленок». В нем приняли участие 30 ребят из микрорайона Кукисвомчор. Конкурс уготовили в течение недели. Выбрали и выучили любимые стихи. В покольные дни в эти горнулись в район. Ночью на тихой заставе огни, ноги ожидают друзья. Некоторые из ребят подготовили стихотворения, сочиненные их родителями. Поэты присутствовали и среди жюри. Ребенок Великой Отечественной войны Валентина Макарова-Белогородцева с удовольствием слушала, как исполнял ее стихотворение «Звуки победы» ученик пятого класса второй школы микрорайона Кукисвомчор Леонид Дьянов. О победе, о победе. Весть, как песня разнеслась. Испомнив Левитану голос, в те исторические дни он был подобен правде головы о всех событиях войны. Участник жюри, председатель молодежной организации «Апатита» Евгений Рассказов гордится юными штецами. Когда-то он сам стоял на этой сцене и рассказывал стихи о победе. Ну, первоначально, конечно, когда я был маленький, я сам ходил в клуб «Орленок». Поэтому был не в этом здании, это был еще на Кирово, чуть-чуть пониже там, но посещал, когда был ребенком. А потом уже руководство клуба обратилось к нам, молодежная организация, чтобы ему помогли переехать вот сюда, в волонтерский центр объединить вот эти две организации. Ну, помогали. Жюри в составе детей Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана и участников молодежной организации «Апатит», а также гости праздника оценили открытки ко Дню Победы, сделанные ребятами. Выбирать лучшие из 32 работ было сложно. Георгиевские ленты, символы Победы, даже аппликация есть, памятник сделан из картона памятник и работа пластилина. Тоже в призерах у нас очень трудно судить было. Но я бы всем дал, детям первое место. Я видела открытки, очень интересные, работы выполнены в разных техниках. Дети очень ответственно отнеслись к этой работе. И я думаю, что будут достойные победители. Красные гвоздики, голубь мира, георгиевские ленты. Проигравших в конкурсе, посвященном Дню Победы, просто не может быть. В итоге призы от молодежной организации «Апатит», а также грамоты, получили все ребята.